Еще раз доброе утро всем. Доброе утро. Меня зовут Анастасия Чекир. Я представляю Лаперанский технологический университет и сейчас нахожусь в Молдове в рамках проекта Connect. Я буду проводить серию практических семинаров, как вы можете разнообразить свое обучение, точнее, свои лекции, свои курсы, свои предметы и добавить больше интерактивности, чтобы дольше держать студентов на курсе. Наш первый семинар будет посвящен инструменту WorldWall и как создавать интерактивные ресурсы в данном инструменте. Немножко мы покрывали этот инструмент в нашем летнем курсе, если вы присутствовали. Сейчас поговорим чуть подробнее, посмотрим, как создавать инструменты, как создавать тесты и разные активности для синхронного класса, для асинхронного класса, как это все использовать, как это распространять между студентами. Поговорим про платную и бесплатную версию и покажу вам, наверное, один момент, как можно обойти ограничения бесплатной версии. Ну, не сильно, уже не сильно. Поменялись правила у них в прошлом году, поэтому их все равно можно немножко обойти, но уже не так сильно, как хотелось бы изначально. Так, что еще хотела сказать. С некоторыми из вами мы уже встречались на летнем курсе, с кем-то не встречались, но я попрошу вас всех заполнить небольшую форму регистрации, просто мы знали, что кто сегодня присутствует, кто нет. Я сейчас ссылку кину в чат. Так, есть. Эта форма регистрации будет общая на все семинары. Если вы заполняли ее, допустим, сейчас, а потом присоединитесь на следующий семинар, вам заполнять повторно ее не надо будет. Если, не знаю, ваш коллега будет присоединяться заново, я буду все равно эту форму кидать, все равно буду просить людей зарегистрироваться. Так, у нас сейчас 10 человек. Так как нас немного, мы, в принципе, можем работать в формате открытого микрофона, то есть если вам есть что сказать, вступайте в диалог. Если стесняетесь, не хотите, то вы можете реагировать на моих слайдах. Там будут в том числе и вопросы. Ну, я говорю, так как нас мало, мы можем открывать микрофон и просто пообсуждать это сначала. Если вы хотите присоединиться к слайдам, то вы можете перейти по ссылке, которую я вам сейчас скину, либо зайти на menti.com и ввести код, либо отсканировать QR-код. Выбирайте любой способ, который вам больше нравится. В том числе я буду читать чат, который у нас здесь есть в Zoom. Есть ли какие-то вопросы сейчас? Пока нет, пока форму заполняем. Отлично. Тогда пока вы заполняете форму регистрации, я в двух словах скажу, чем мы будем сегодня заниматься, или как у нас сегодня пойдет наш семинар. Сначала мы поговорим немножко про геймификацию, зачем это нужно, почему это нужно и как это можно добавить в свои курсы. Потом я сделала небольшой обзор на саму платформу, то есть на WorldWall, что можно сделать, как сделать. Я вас разделю на небольшие группки для работы и хотела бы, чтобы вы попробовали создать свой первый инструмент, то есть свой первый интерактивный квиз, тест, еще что-то. То есть мы будем создавать два инструмента, один для синхронного класса, другой для асинхронного класса. То есть я буду дважды вас разделить на группы для работы. Сохраняйте все свои рабочие ссылки, которые будут. В конце я попрошу вас прислать мне эти данные, и если все хорошо, то на следующей неделе я могу вам выдать сертификат о прохождении данного семинара, если вам это надо. Если не надо, то не надо. Но сертификат будет выдаваться только тем, кто сейчас присутствует в онлайне. То есть те, кто будет смотреть данный семинар записи, и, извините, сертификата уже не будет. Но я надеюсь, что вы сможете полезные знания из этого все равно получить. Так, еще раз. Для тех, кто сейчас присоединяется, пожалуйста, заполните форму регистрации. Те, кто присоединился уже чуть раньше, вы заполнили? Готовы идти дальше или нужно еще время? Я готов. Еще 10 человек. Еще одну минуту, можно подождать? Хорошо. Давайте так. У вас в зуме есть возможность поставить реакцию там «да», «нет» или «пальц вверх-вниз». Давайте, если вы готовы, поставьте, не знаю, там «палец вверх», «зеленую галочку» или еще что-нибудь. 4, 5 или 6 даже человек уже. Все, отлично, хорошо. Я так смотрю, большинство заполнило или, по крайней мере, справилось с этапом регистрации. Опять же, если хотите, вы можете присоединиться к моей интерактивной презентации, тогда вы можете давать какие-то реакции на слайд. Там «да», «нет», «в моменте отвечать». Еще раз, так как нас мало, пожалуйста, вступайте в диалог. Я пойду дальше. Для начала простой вопрос. Играете ли вы в компьютерные игры? Под компьютерными играми я понимаю не только игры, которые вы играете на компьютере, но, например, игры на телефоне. Я не знаю, «веселая ферма», «шарики в ряд» – это все тоже считается. Можно либо ответить на слайде вот здесь, либо написать в чат, например, либо открыть микрофон. Бывает. Бывает, хорошо. Один есть? Я всех видела. Кто-то не играет, я вижу. Красный крестик. Что по чату? Да, нет. Так, пока у нас 50 на 50. Давайте кто-нибудь справа вам решающего голоса. Играем. Особенно те, у которых есть маленькие дети. Чем вас захватывают игры? Или давайте другой вопрос. Сколько времени вы можете провести в одной сессе игры? Не знаю, пока вы едете в транспорте на работу, например, не знаю, условно, 15 минут. Или вечером вам нужно отключить мозги. Или вы играете все выходные. То есть, я не знаю, от минуты до часов. Также либо на слайде подвиньте слайдер, либо напишите в чате, либо откройте микрофон и скажите. На минут 15 в день. В зависимости от дня недели. Давайте средняя. Или последний раз. Ну, так как я играю с девочками, то примерно часик-полтора. Хорошо. Я должна, наверное, тоже признаться, что для меня это слишком аддиктив, как говорится. И если отключить мозги, то отключаются они надолго. Поэтому на телефоне я не держу игры. Они устанавливаются и удаляются. 15 минут, полчаса, часик-полтора. Значит, где-то средняя у нас полчасика. И теперь вопрос. Если игры нас так долго держат, держат наше внимание, почему мы не используем элементы игр в нашем обучении? Потому что, согласно исследованиям, концентрация студентов, студенты концентрируются на вашем материале 7-15 минут максимум. И если мы не меняем активность, то мы теряем студентов. То есть почему мы не добавим эти элементы в наши курсы, чтобы дольше держать студентов? И в этом понятии мы говорим о геймификации. Извините, я буду использовать английский термин. Не очень знаю, как хорошо перевести это красиво на русский. Но когда мы говорим про геймификацию, мы не говорим о слепом заимствовании полностью игры. То есть мы не говорим, что если студенты условно играют в World of Tanks, что мы должны полностью построить им танчики. Про геймификацию мы говорим об использовании элементов игры в неигровом контексте. То есть это могут быть таблицы лидеров, например, получение очков, соревновательный эффект, эффект комьюнити, то есть эффект общности, общения. То есть не обязательно именно перенимать полностью игру, а можно взять отдельные ее элементы, которые держат людей сконцентрированными. Давайте проговорим про эти элементы. Что это может быть? Ну, как я уже говорила, это могут быть очки. Например, при достижении определенного количества очков или при прохождении определенного уровня можно получать всякие бейджи. Идет соревновательный эффект, кто получил больше бейджи, кто ушел дальше по уровням. Есть также таблица лидеров, например, те, кто закончили быстрее тоже, те, кто получили больше очков. То есть все элементы между собой в той или иной степени связаны. То есть есть механика, а есть награждение, скажем так, этого всего. Если мы говорим, например, про всевозможные квизы, то что можно добавить в квизы? Можно добавить фидбэк. То есть обратную связь. А почему это было неправильно? А что можно было сделать по-другому? А как это можно сделать в следующий раз? А если мы ответили так, то, может быть, там будет другая реакция. То есть об этом мы поговорим завтра, что если такой ответ на вопрос, то, может быть, там идут разные ветки, там разное начисление очков условное. И комьюнити, то есть общность. Как мы знаем, в многих играх существуют, я не знаю, группы в Фейсбуке или непосредственно встроенные чаты уже в самой игре, где люди общаются, обмениваются опытом, спрашивают советы, я не знаю, в принципе, отключаются и говорят о чем угодно. То есть где незнакомые люди знакомятся. То есть все это мы можем добавить в наши курсы. И вот комьюнити очень важно, если мы говорим именно об онлайн-подаче курсов. Потому что если мы онлайн подаем курс, то студент получается один на один с преподавателем либо с самим собой. И сегодня мы с вами поговорим про инструмент WorldWall. Если вы открыли слайды, вы можете перейти по ссылке. Если нет, то я вам сейчас кину в чат. Должно открываться. Мы поговорим про инструмент WorldWall, в котором вы можете создавать различные типы интерактивных заданий, которые вы можете использовать как в синхронном классе, так и в асинхронном классе. То есть синхронный класс мы подразумеваем, когда вы даете лекцию, общаетесь со студентами напрямую. То есть в одном месте в одно время. Например, через Zoom, в обычном классе, как это было до ковида. А про асинхронный класс я имею в виду то, что вы можете дать как домашнее задание, например, или просто задание для самопроверки. Не знаю, вставить ваш онлайн-курс, который идет асинхронно. Какое направление вам интереснее, асинхронное или синхронное, с него мы начнем. Давайте либо в чат, либо просто словами. Ну ладно, так как тишина, я начну сама, выберу сама. Я вижу, что количество участников увеличивается. Пожалуйста, те, кто не зарегистрировались, зарегистрировайтесь, пожалуйста. Ссылка в чате. Так, хорошо. Я, например, не поняла вопрос. Смотрите, как вы учите чаще всего? Вы учите через Zoom, либо в классе, либо вы даете много, не знаю, заданий для самопроверки студентам отдельно, чтобы они сделали это сами в свое свободное время? Ну я больше преподаю, например, через Google Meet. То есть, в принципе, онлайн. В одном моменте вы находитесь вместе со студентами? Да. Да, хорошо. То же самое. Хорошо, замечательно. Так, вы видите мой экран, правильно? Да. Там открылся World Wall. Хорошо. Вы, в принципе, можете перейти по ссылке и будем с вами на одной странице. Здравствуйте еще раз. Я преподаю Google Meet, но использую Padlet для того, чтобы делать... Даже этапы лекции я ставлю в формате Padlet. Хорошо, спасибо. Про Padlet поговорим, если не ошибаюсь, в среду, может быть, в четверг нужно проверить. Сегодня мы, именно сейчас на утренней сессии, будем говорить про World Wall. Наверное, небольшие моменты, какие есть ограничения в данном инструменте. в бесплатной версии вы можете использовать 18 типов интерактивности, то есть такие более-менее базовые, которые они называют. Вы не можете создавать печатные материалы, и вы ограничены только пятью ресурсами, которые вы можете создать. Но я вам покажу, как немножко можно обойти вот это ограничение на пять ресурсов. Стандартная версия начинается от пяти евро. Вы не ограничены в количестве ресурсов, которые вы можете создать, вы только ограничены в количестве печатных материалов, которые вы можете сделать. И в промверсии у вас, в принципе, нет ограничений. Точнее, в стандартной версии вы ограничены не количеством материалов, которые вы можете создать, а именно количеством интерактивности, которые могут быть трансформированы в печатные материалы. я буду показывать платформу на английском языке, просто я привыкла с ней работать. Но если вы пролистаете вниз, вы можете сменить на любой язык, который вам нравится. Я не знаю, русский, английский, финский, румынский, что там еще есть, испанский. Вот выбирайте, что хотите. Для того, чтобы начать работать на платформе именно как преподавателю, вам нужно зарегистрироваться. То есть вы нажимаете sign up или зарегистрируется. Ладно, давайте я сменю на русский, если я говорю по-русски все-таки. То есть вам нужно зарегистрироваться, вы... Сейчас. Так как я уже в системе, мне не получается зайти. Ну ладно, в любом случае вы можете зарегистрироваться упрощенно через Google аккаунт, либо ввести изначально свой e-mail и пароль. Ну то есть сами придумать пароль и вот e-mail. Либо можно, если у вас есть Google аккаунт, можно через Google аккаунт, так будет проще. Также если вы учите в Google Classroom, вам будет удобно интегрировать этот ресурс в Google Classroom. Поэтому я вам рекомендую использовать Google аккаунт, который вы используете для Google Classroom. Сейчас я просто зайду в свой аккаунт, но вы присоединяйтесь, именно регистрируйтесь тогда, если вы еще никогда не использовали. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Да, все понятно. Спасибо, все получилось, зарегистрировались. Получилось, супер, отлично. Чтобы создать новые активности, вы нажимаете на... Так, у меня все равно сменилось на английский, извините. Вы нажимаете на голубую кнопку «Создать активность». И в бесплатной версии вы видите все, что вам доступно. То есть, не знаю, квизы, соединить пары, определения и понятия. То есть, это, в принципе, 18 типов активности, которые вы можете использовать. Тогда сначала мы поговорим, что можно использовать для синхронного класса. Для синхронного класса, то есть, когда вы работаете со студентом и работа идет именно от преподавателя, то есть, подача материала идет от преподавателя, можно использовать рандомные карты, рандомное колесо. Сейчас. И третье, открытие боксов. Извините, я кому-то заблокировала микрофон, потому что, видно, был сторонний шум у них вопроса. Так, давайте так. Выбирайте, какой вам инструмент нравится. Открыть коробку, рандомные карты или рандомное колесо? Рандомное колесо. Хорошо. Замечательно. Как оно будет работать? Когда вы нажимаете на этот ресурс, вы задаете название. Например, у меня будут методы обучения. И вы задаете какие-то понятия. Вы можете нам дать картинки, вы можете дать определения. Я не советую вам давать длинные определения, потому что они будут очень мелкие и их будет довольно трудно читать. Поэтому я бы сказала, что здесь лучше работать в формате понятий. То есть, вы даете какое-то слово. Например, у меня digital будет. Sky. Blended Learning. И Flip Classroom. Это в моем примере. Будет три такие единицы. В принципе, в рандомном колесе вы можете задать от 3 до 50 наименований чего-то, что вы хотите дать. Вы нажимаете кнопку «Готово». И уже видите, как будет выглядеть ваш инструмент для студентов. То есть, вы можете его сами потестировать. Можно колесо это запускать, просто вот так вот вертеть. Можно нажимать на кнопку «Spin it». Как может происходить класс? Например, вы спрашиваете конкретного студента, что ты сейчас отвечаешь. Я не знаю, Вася, ты отвечаешь. Вот тебе выпало digital. Например, что такое digital? Или что такое digital обучение? Что вы можете сделать дальше? Вы можете продолжить крутить колесо, например, для следующего участника. Либо вы можете убрать то, что уже выпало, и в таком случае продолжить крутить. Что мы можем сделать на этапе, когда у нас уже готовы? То есть, вы дали какие-то определения. Мы всегда можем вернуться назад и добавить, ну, вот Edit Content внизу была кнопка и добавить что-нибудь еще. Давайте здесь я добавлю картинку. Можно добавить через поиск. Довольно долго грузится. Не знаю, пускай будет веселое окошко. Либо если у вас есть своя картинка, то вы можете нажать на эту кнопку «Загрузка» и выбрать, что у вас есть. И вот так же вы можете вернуться обратно, опять посмотреть, как это все выглядит, и потом начать работать со студентами. То есть, видите, у меня к этому всему добавилась кошка. То есть, чем меньше у вас секции, точнее, чем больше у вас секции, чем мельче будет текст. Но вы всегда можете открыть на полный экран, и картинка немножко увеличится. Следующий момент, что мы можем сделать? Вот этот тип задания, который мы использовали, мы можем превратить во что-то другое. И это как раз-таки вот этот небольшой лайфхак, как можно использовать больше инструментов в бесплатной версии. То есть, мы уже создали какой-то пул ответов или пул вопросов. Что мы делаем? Мы просто меняем на другой тип задания. Не знаю, чтобы использовать в другой группе или чтобы повторно использовать в тех же группе студентов, но немножко в другой форме. Вот то же рандомное колесо у нас превратилось в карточки, которым нужно найти пары. О, я угадала. Что мы здесь можем еще сделать? Мы можем превратить, например, в те же самые боксы, про которые я говорила изначально. Здесь будет работать точно по такому же принципу, как по колесу. Например, вы можете разделить студентов на группы и говорить, что группа один отвечает или выбирает вопрос, или открывает бокс. Или, например, вы можете спрашивать студентов индивидуально. Там, выбери номер, он выбрал номер 3, и вы спрашиваете, я не знаю, что это такое, или код в мышке. Вы можете не сдавать домашку. То есть, в принципе, видите, что из одного задания, из одного задания, которое вы сделали, вы можете превратить его в шесть других. В чем еще фишка такого превращения заданий? Если вы их не сохраняете к себе в новой форме, то вы можете просто изменить потом контент. Например, что вы создали вот этот темплейт. Вы просто идете в настройки и меняете контент, который вы хотели, не знаю, добавляете новые номинования и используете этот инструмент повторно. Либо вообще меняете полностью. То есть, как бы можно что-то добавить, а можно полностью изменить. Но только сохраняется тот тип заданий, и на что вы можете переключиться. Что здесь происходит? Так как это задание для синхронного класса, то есть, как бы нет смысла, чтобы студенты сами по себе крутили колесо, пока они не в классе с вами, то есть, нет какой-то обратной связи или кого-то, кто слушает, то вы не можете поделиться этим заданием со студентом. Вы можете его сделать только публичным, чтобы другие преподаватели, которые есть в общности, вот это World War, могли его тоже использовать. Если хотите, нажимайте кнопку сделать публичным и расшаривайте его. Что еще можно сделать? В принципе, можно скопировать код и вставить на ваш сайт, если он у вас есть. То же самое можно, например, вставить в Moodle. Если вы пользуетесь Moodle, там есть возможность именно вставлять кусочки кода. То есть, у студентов будет отображаться именно вот это колесо непосредственно в Moodle. Ну, в этом задании смысла нет, когда нет обратной связи. Если вы пролистаете в ниже, вы можете назначить разные темы. Это тоже такие вариации на то, что можно с этим сделать. И поставить какое-то ограничение по времени, например. По времени на ответ, по времени на всю игру. И, собственно, это все, что можно делать именно в синхронном классе. Есть какие-то вопросы сейчас на данном этапе? Потому что если их нет, то я вас разделю на группы и попрошу создать один из инструментов для синхронного класса. А давайте. А давайте разделяться? Или давайте вопросы? Вопросы нет, и все ясно. Если можно, я прокомментирую, что студентам очень нравится этот инструмент, потому что для них это что-то новое и захватывающее. Я могу сказать, что им нравится вариативность, что это не всегда одни и те же тесты, или не всегда и вопрос идет от преподавателя. Например, можно спросить просто, а что такое blended learning? А можно, что рандомно выпало какое-то слово. То есть как бы есть элемент неожиданности. Да, и они это очень ценят. Что можно сделать? Например, здесь можно поставить имена студентов и, может быть, таким образом выбирать, кто отвечает, или кто сегодня счастливчик и может не сдавать работу, например. То есть вы можете вокруг этого покрутиться как хотите и под ваши предметы. Я знаю, что этот инструмент очень часто используют на... Именно word wall. Очень часто используют на лингвистических курсах до всевозможных языков. Вы знаете, я вот использовала его и по экономике, и по праву. Студенты, что заочники, что стационар, даже те, которые на мастерате учатся, они остались не то, что довольны, просто word wall представляет и разные пиктограммы, да, и мелодию. И для них был шок, когда я им включила, там есть один вариант, когда музыка такая интересная и картинки меняются. И они сидели, просто они сначала не поняли, что, а в конце они сказали, а мы хотим еще. Но когда они говорят, а мы хотим еще, вот как раз-таки хороший вариант, что сделать не то же самое, а похожее, можно просто сменить тип задания, то есть тип отображения вот через вот эти... сменить темплейт. Да, на самом деле, это хороший инструмент для, в принципе, для любых курсов, чтобы их разнообразить, просто вопрос в том, что вы можете туда поставить. Я никогда не рекомендую, я всегда не рекомендую ставить здесь, например, длинное определение, потому что они не будут работать. Оно будет некрасиво. Ну, из того, что я знаю, как бы это очень часто используют на лингвистических курсах, но вы не ограничены. То есть ограничение только в вашей голове, как вы это сделаете, как вы это вставите. Еще комментарии, предложения, вопросы? Комментарий, могу сказать, что просто он предоставляет бесплатную версию только пять возможностей и все. Это да, это, конечно, проблема, но в принципе, если вы будете много использовать этот ресурс, имеет смысл, именно платную версию, она не очень дорогая, но туда можно делать, например, разные папки по предметам или по типам заданий, то есть что вы хотите в таком формате. Так, давайте так тогда. Тогда я вас сейчас буду делить на сколько у нас здесь, 20 человек, на группы по 2-3 человека, чтобы вы могли, например, общаться между собой, пока вы делаете это задание. Я бы хотела, чтобы каждый из вас что-то сделал, то есть один из инструментов, не знаю, пускай это будет либо вот это колесо, либо карточки, то есть что-то, что вы могли бы использовать в классе, именно со студентами вместе, то есть не то, что они самостоятельно могли использовать, а в классе со студентами. То есть выбирайте между вот колесом, карточками, открытием коробок. Хорошо? Если у вас будут какие-то вопросы, у вас должна быть кнопка в группе попросить помощи, Ask Help. Я увижу, приду к вам. Если у вас никто в группу не присоединился, пожалуйста, вернитесь в основную сессию, я вас просто перекину в другую группу. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Все, замечательно. Сейчас. Давайте. Спасибо. Внизу у вас должна быть такая зелёная кнопка со стрелочкой «Поделиться экраном». А по столу, как вы на неё нажмёте, вы выбираете, каким экраном поделиться. Всё, 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 я уже нашла. Вот. Замечательно. Да, попробуйте покрутить. Покрутила. Всё, отлично. Не понимаю, на каком это языке. Я думаю, что это на русском. Румынский, хорошо. На русский. Попробовала, сделала карточки, то же самое. Да, так же она работает. И вот там вы можете перемешать карточки, значит, заново, например. Это же всю колоду. Всё замечательно, прекрасно выглядит. Всё хорошо тогда. Да. Потом вы можете просто добавить, например, больше терминов. Да, я уже поняла. Мне кажется, что вот именно здесь, я не знаю, как правильно нам. Вот это мне понравилось больше. Ага. Когда можно... Да, есть кроссворды. Я просто лично их не очень люблю, потому что всегда так много букв, и не всегда понятно, какая слова идут там. По вертикали, по диагонали, по горизонтали. Потому что у нас в Мудле, например, такой же инструмент был с кроссвордом, и там слова идут просто во всех направлениях. Там, может быть, по диагонали снизу вверх идти. Да. Или там с задом наперёд. Да, с кроссвордом, кстати, который вы открывали. Ой, не с кроссвордом, а с поиском слов. С поиском слов, да. Да, с поиском слов, который... Это анаграмма. Не-не-не, не анаграмма. Не анаграмма, а именно... Который вы открывали в предыдущих, где было много букв. Вот третьего, по-моему. Третий, третий, третий. Третий, да. Если не ошибаюсь, да. Его можно ещё использовать в другом формате, что у вас есть какие-то определения, например, или, не знаю, понятия, ещё что-то. И к ним нужно найти пару именно вот здесь в тексте. То есть мы, например, говорим, что машина – это индивидуальное средство передвижения. То есть оно у нас здесь написано. И вот во всех этих буквах нужно найти, например, слово car, ну, то есть машина, и соединить его, к какому понятию он относится. То есть что мы искали. Это мы посмотрим, в принципе, во второй части для асинхронного класса. Там можно будет так трансформировать. Всё, замечательно. Спасибо вам. Остановить демонстрацию, да? Да, должна быть, по-моему, красная кнопка. Всё, 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 я остановила. Спасибо. Всё, отлично. Те, кто в главной сессии, здесь в главном зале, есть ещё какие-то вопросы, комментарии? Хорошо. Раз комментариев нет, я сейчас быстро пробегусь по комнатам, спрошу, как дела у людей, если они готовы, то я всех приглашу обратно. Всё, что я видела по комнатам здесь, в основном, в сессии, вроде у всех всё получилось. Если есть какие-то вопросы, давайте. Давайте пообщаемся. Да, вроде бы всё, всё понятно, всё простенькое. Хорошо. Да, сейчас... Вопрос связан с Discover, которые можно найти? Уже готовы? Да, может, по теме, да. Можно, можно. Да, сейчас покажу. Сейчас покажу. Сейчас 8 секунд закрываются все комнаты, чтобы все люди были здесь. И покажу. Всё. Все комнаты закрыты. Давайте. Поступают вопросы, а можно ли найти готовые инструменты? Да. Готовые уже другими учителями инструменты можно найти. Они не будут занимать место, например, в вашем аккаунте. Чтобы найти готовые инструменты, нажимаете на вкладку Community и вводите ключевое слово, что вы ищете. То есть попытайтесь просто по ключевому понятию найти. Например, я буду искать что-нибудь по финскому языку. Вот я нашла регионы Финляндии. Если мне нравится это задание, то есть я могу также его сейчас загрузится. То есть я могу также попробовать посоединять. Там это то, это то. О, правильный ответ. Единственное, соединила. Вы просто ставите этот букмарк. Что добавилось в ваш активность? Сейчас проверим. И вы можете, например, поставить лайк, показать человеку, что вам понравится. Ну, это не платная версия? Нет, это бесплатная версия. То есть я зашла с бесплатного аккаунта так же, как зашли сейчас вы, когда только зарегистрировались. Тут можно как-то ввести учет, что-то вроде списка, понравившийся. Вот мне что-то понравилось. Могу поставить какой-нибудь лайк, чтобы это где-то сохранилось в списке. Смотрите, вы наставите этот букмарк, то есть эту отметку, и у вас оно появляется в ваших активностях. Вот, я поставила, что мне нравится оно. Да, понятно. Да, то есть так же, как ваши инструменты. Видите, сейчас у меня написано, что они все правильные, то есть именно мои личные, да. Если я их сделаю публичными, то кто угодно может их найти и добавить себе, например, и использовать. Что еще можно здесь сделать? Вы можете редактировать контент. Если вы понимаете, что вы не совсем согласны с этим заданием или хотели бы чуть-чуть видоизменить, вы можете отредактировать. А вопрос, чей-то контент мне понравился. Я его как бы отметил. Автор его потом удаляет. Он у меня пропадет? Хороший вопрос, я не знаю ответа. Или я могу взять этот контент, как-то модифицировать и сохранить как для себя? Я думаю, что если вы его модифицируете, вы можете его сохранить тогда у себя. Но, скорее всего, в этом случае оно будет у вас занимать место именно в активностях бесплатных, которые присутствуют, то есть если у вас ограниченный аккаунт. Если у вас платная версия аккаунта, то, в принципе, вам без разницы. Модифицируйте, сохраняйте, что хотите. А именно в бесплатной версии, когда вы добавляете именно эти отметки Bookmark, например, вот здесь видно такой галочкой, и видно, кто автор был этого материала, то оно не занимает у вас места. То есть это четыре, которые я создала, не занимает места, а пято не занимает. Да, все, да, понятно. Что интересно или что удобно здесь сделать, можно создавать разные папки. Например, можете создать папки по темам, я не знаю, там погода, типа заданий, в любом формате. Графия, история, математика и так далее. Да, да, да. Ну или в рамках своего предмета разбить, не знаю, можете разбить по курсам, по группам, то есть как хотите, чтобы просто систематизировать все, что у вас есть. То есть, или, например, что у вас отдельно идут те задания, которые идут для проверки знаний студентов, а есть то, что просто для отработки идет. То есть как хотите. Полная свобода. У меня вопрос, если можно. Да? Вот я создал этот инструмент, этот контент. Я хочу отправить его студентам. Как я его отправляю? Смотрите, если вы создали что-то типа рандомного колеса, то есть там, где открыть эти боксы, рандомное колесо и открыть карточки, вы это не отправляете студентам. Вы это расшариваете на своем экране. На презентации, на демонстрации экрана, если вы это делаете в очном классе или в зуме, то есть, как я сейчас вам показываю свой экран, вы просто открываете и начинаете играть. Если мы говорим про контент, который… Вот, например, и вот так вот делаете, начинаете сами играть. То есть вы руководите процессом. Если мы говорим про тип контента, который идет для синхронного класса, то я вам сейчас покажу, как создавать ссылку и как, в принципе, создавать это все. Так. Также вы нажимаете Create Activity. Сейчас. И выбирайте что-то другое, что мы сейчас с вами не рассматривали. Ну, давайте, например, не знаю, MatchUp можно. Я уже буду использовать один, который был присозданный. Просто на базе его буду менять. Да, это как раз у меня был создан MatchUp. То есть, таким же образом мы задаем название, мы задаем ключевые слова понятия, и мы даем определение. Определение могут быть как слова, так и картинки. И, в принципе, как… И ключевые слова тоже могут быть как какие-то слова, фразы, выражения, так и картинки. То есть, например, я вот здесь загрузила свою кошку, кому-то попадется кошка. Когда все готово, нажимаем кнопку Done. И это наш предпросмотр. Как оно будет выглядеть все для студентов. То есть, оно будет работать в таком формате, что надо соединить, отправить ответы, оно готово. Правильно или неправильно. То же самое, что тип заданий можно вот здесь изменить. То есть, видите, сейчас здесь даже больше вариантов из одного задания, что мы можем превратить. То есть, у нас есть какой-то пул вопросов, пул ответов. Мы просто меняем пишу. Если вы хотите поделиться, то вот здесь внизу кнопка Share. Есть два варианта, как вы можете сделать. Вы можете опять это сделать публичным, либо вы можете поделиться со своими студентами. Если хотите поделиться со студентами, нажимаете Set Assignment. Как это не важно. И задаете параметры, как вы хотите. Вы хотите, чтобы вы получали имена студентов или нет. То есть, чтобы вы знали, кто это проходит или нет. Если вы выбираете данную опцию, то прежде чем студенты начнут выполнять данное задание, они должны ввести свое имя. Если вы выбираете анонимно, то они просто приступают к выполнению задания. Сейчас я выберу написать свое имя, чтобы вы видели, как оно будет происходить. И вы выбираете, есть у вас какой-то дедлайн или нет. Например, я ставлю, что нет дедлайна. То есть, когда хочешь, то дай проходи. То есть, это будет ссылка постоянно висеть. Ты можешь хоть 10 раз крутить это колесо, заполнять задания, соединять карточки. Если у вас есть определенный дедлайн, то вы назначаете, допустим, до 10 утра завтрашнего дня. Оно должно быть выполнено. После этого дедлайна оно будет недоступно. То есть, после этого дедлайна его нельзя выполнить уже будет. И по окончанию игры что будет? То есть, проверка правильных ответов. Как вы у меня сейчас видели, что там, где правильно, там была галочка, там, где неправильно, там был крестик. Можно сделать, например, лидерборд. То есть, посмотреть, например, кто быстрее, правильнее выполнил. То есть, у вас будет отображаться шкала. И хотите вы предложить студентам возможность начать заново или нет? То есть, почему нет? Если это задание для отработки, то почему нет? Пускай они играют, пускай они пытаются подняться как можно выше в лидерборд. Может быть, они что-то запомнят лучше. После того, как вы прошли тот этап, вы нажимаете кнопку старт. Вот ссылка, которую вы можете скопировать, ставить свой курс. Ссылка, которую вы можете отправить просто в чат, если вы хотите, чтобы люди присоединились. Не знаю, добавить на Moodle. Если вы пользуетесь Google Classroom, то вы можете нажать сюда, непосредственно вставить в Google Classroom, выбираете, какой класс, какой урок, для какой группы оно идет. У меня просто нету Google Classroom, поэтому я не могу показать дальше, как оно идет. Другие варианты, не знаю, если вы пользуетесь Facebook, у вас группа в Facebook, вы можете туда напрямую отправить, вы можете отправить по почте, если очень хочется. Либо вы можете вставить на ваш сайт, то есть с помощью кода, если у вас есть сайт. Если вы копируете этот код, оставляете, если вы используете код в другой сторонний ресурс. Но самый простой вариант, то это вот, у вас есть ссылка, которую вы можете раздать студентам. Спасибо. Конечно, и вот как я говорила… Легко и интересно. Думаю, даже студентам будет интересно таким образом решать проблему. Да, и студенты еще любят посоревноваться, кто из них там быстрее, выше, сильнее. То есть ответят сначала правильно или неправильно, потом они увидят в шкалу, что кто-то есть лучше них, будут пытаться быстрее решить. Если там, в принципе, много заданий, то много поля для улучшения. Ну и как видите, так я поставила, что нужно имя. То есть прежде чем я введу свое имя, точнее, до того, как я введу свое имя, я не могу ничего сделать. Все, я переступаю к выполнению задания. Давайте. Сейчас что-нибудь сделаем. То есть вот видно, что было все правильно. Так как я первый-единственный человек, то я буду на первом месте здесь. Но если больше людей участвует, то вот будет видно, что имя человека и сколько секунд ему потребовалось… Значит, что всего три ответа правильных и вот сколько времени потребовалось на выполнение задания. Есть ли какие-то вопросы на данном этапе? Есть вопросы. Вот я создал этот вот активити, отправил ссылку. Там люди попробовали, там выбрали ответы, получили какой-то результат. Как я могу видеть, как он ответил? Или это просто для самопроверки? Просто там, когда я шарю контент, он спрашивает там, регистрировать ли пользователя? Не совсем регистрировать. То есть пользователь самостоятельно вводит свое имя. Так. Как вот здесь на этом этапе. Так, так. Если вы хотите, чтобы видеть имена студентов, то вы выбираете кнопку «Ввести имя». А где я могу видеть? Вот кто открыл ссылку и… Кто открыл ссылку, именно вы не увидите, если у вас не установлена какая-нибудь Google-аналитика на вашей платформе, которая считает Вики по переходам. Но кто прошел, вы можете открыть вот просто таблицу лидеров и посмотреть, то есть какому человеку сколько понадобилось времени. Но смотрите момент. Если человек несколько раз проходит этот квиз, то есть у него была кнопка «Начать заново», вот здесь «Start again». Да-да. И если он прошел его лучше, то есть под тем же самым минимумом прошел его еще раз лучше, то он будет просто двигаться вверх по таблице. То есть вы не будете видеть самый первый результат, вы будете видеть только самый лучший результат. Да, понятно. Он прошел несколько раз и стал отличником. Да. Ну, это хороший вариант для самопроверки. То есть вот я сейчас что-то налажала, ничего не получилось. А нет, извините, видны все попытки. Я вам немножко набрала. То есть в принципе вы можете посмотреть все попытки, вы просто не знаете в каком порядке они были. Еще вопросы? Вот я тоже пытаюсь отправить, посмотреть, как получается, чтобы все по горячим следам сделать. Хорошо. Как хотите. Вы хотите, чтобы я вас разбила опять по группам, чтобы была возможность с кем-то пообщаться, пока вы это делаете, или вы хотите здесь сделать в общей сессии, если есть вопросы, сразу напрямую задавать? Можно сразу здесь. У нас не так уж много. Хорошо. Если кто-то хочет показать на экране, что у него получается, я могу дать все права. То есть я перестаю расшаривать свой экран, и если кто-то готов показать, что у него получилось, то давайте. Могу я попробовать. Так. Вот я нашла из общих, вошла в комьюнити, поставила именно слово право, так как я преподаю уголовное право. Мне интересно. И вот у меня появилась тема, которую я хочу отправить студентам. Нажала на того, чтобы отправить. У меня есть электронный адрес. Отправляю. И и все. И все. У меня написано, что задача отправлена. Да, оно отправлено по электронному адресу. Если у вас есть какая-то общая группа со студентами, может быть, имеет смысл отправить им ссылку напрямую, а не на e-mail. То есть, я не знаю, если вы, например, пользуетесь Moodle, вы можете это вставить. Или если вы пользуетесь Google Classroom, вы тоже туда можете вставить. Я пользуюсь Kahoot. Kahoot? Нет. Мне интересно. не смогу через Kahoot, да? Kahoot? Нет. Kahoot это не комьюнити. То есть, как бы, это не Learning Management System. Я поняла. Ну, это программа, которая мне... Да. То есть, это программа тоже для создания интерактивности, но у вас там нет среды, где вы общаетесь со студентами. Да, нет. Нет. Так, я поняла. Значит, я могу, вот если опять нажать, я могу... А как отправить через Moodle тогда? Через Moodle вы просто... Нет, вернитесь на предыдущую страницу. Так. Вы копируете ссылку, вот это копиаться. Либо выделяете, либо на кнопку, да. Копируете ее и вставляете у себя в Moodle. То есть, у вас же в Moodle есть возможность вставлять ссылки, ресурсы, да. То есть, вы идете и просто вставляете в Moodle сразу. Хорошо. Хорошо. Я поняла. Не выйти, останови демонстрацию сейчас. Если вы не хотите ничего больше показывать, то останавливайте. Я хочу... Нет, я остановлюсь здесь. Давайте посмотрим, что наши коллеги делают. Может быть, лучше меня. Я научусь уже у них что-нибудь. Я поняла, как надо отправить вот именно эту ссылку на Moodle. Сейчас хорошо, мне уже до сих пор понятно и достаточно. Я, например, отправляю и вот пятая опция, вот эти две. どう suggest как как Embedded? Да, да, да. И тогда она получается сразу с рисунком, да. Да, но смотрите, вот, которая была пятая опция, именно вставка кода, вы вставляете его на свой сайт. То есть, это нехороший, не знаю, вариант, чтобы отправлять именно напрямую студентам. То есть, если у вас, например, есть модуль или есть свой сайт, на котором вы собираете учебные материалы, вы можете вставить вот так. Да, да, да. В модуль я обычно вставлю. Еще комментарии, вопросы, предложения? Нет, наверное, комментариев, вопросов нету, все достаточно ясно. Те, кто в модуле делают тесты, то есть, это тот же самый принцип, потому что в модуле тоже так можно сделать вот multiple choice и так далее. Но вот то, что интересно, вот когда у нас онлайн уроки, очень часто студенты не хотят отвечать или говорят, она мне специально задала этот вопрос. Ну вот, например, spinning wheel очень хорошо подходит, никто не обидится, вот это вот... элемент случайности. Да, элемент случайности, это вам попало, пожалуйста, будьте любезны, ответьте. И это может быть понравится студентам. Потом есть карты, опять же, рендомные, тоже есть элемент случайности, там их можно так составить, это там можно, к примеру, когда мы какие-то слова изучаем, это можно, вот мы в нашей группе обсуждали, что исторические даты какие-то, мы можем сказать, в каком году, вот в этом году случилось что-то это, они должны поставить именно год, к примеру. Изучая язык, там слово, которое они должны были изучить, к примеру. Да, ну я бы сказала, отличие от Moodle, Moodle идет более такой, в классической форме строгие варианты, что здесь есть, здесь есть разнообразие разных темплейтов, которые есть, и разных бэкграунтов, как бы это хорошо, наверное, когда вы работаете с детьми младшей возрастной группы, что здесь можно, можно так, один раз ради эксперимента попробовать, например, Maze Chase. Что здесь получается? Давайте откроем на полный экран. Это дается какой-то вопрос, и студенту нужно управлять вот этим персонажем и найти правильный ответ, параллельно убегая от монстров. То есть он теряет жизни, если его съели, он теряет жизни, если он, например, выбрал неправильный ответ. это тоже можно пробовать один раз, просто чтобы привлечь студентов. То есть вот, видите, опять следующий вопрос, следующее определение, пора бежать куда-то. Все. Я все-таки считаю, что это больше аппилинг для младших. младших, да. Для школьников. Да, да, уже вот, когда им 20 с чем-то, это немножечко как-то, ну. Ну, к этому был вопрос самый первый, играете ли вы в компьютерные игры, потому что больше половины все равно играет. Очень многие играют в простые игры по принципу, где соединить, убежать. Поэтому я не говорю, что использовать именно вот такой вот инструмент на постоянной основе, но один раз можно дать. То есть тоже такое будет. разнообразие всегда приветствуется. То есть один раз один инструмент попробовать, один раз другой инструмент попробовать. Ну, то есть это... Да, ну и что здесь хорошо, здесь можно переключиться. То есть вы, в принципе, как бы уже имея базу вопросов, например, или базу заданий, вы можете просто переключиться на другой вариант отображения. То есть что здесь прошло, это был тот же мейчап, а теперь нужно не только мейчап, но найти это слово в... в этой куче букв, только после этого соединить, а какое же понятие мы искали. Вот, например, вот я нашла flipped classroom, и мне сейчас нужно понять, а к чему же оно относилось всего того, что я искала. Ну, куда? дала. Да. Ну, и плюс то, что это можно это сделать как автоматически, да? То есть, this happens automatically, и они должны снова создать. вам не нужно это создавать, оно просто переносится. То есть вы всегда можете проверить, правильно ли оно перенеслось, и внести какие-то корректировки, ну, вот здесь через редактировать контент. на моем опыте все переносилось хорошо, если задания были именно похожи по типу. Давайте так, те, кто хочет сертификат, ой, извините, и в принципе все сделал, в ментиметре, если вы именно подключились к ментиметру, у вас здесь вот на этой части должен выйти небольшой опросник, где просит вас ввести имя, фамилию, ваш имейл-адрес и ссылку на первый ресурс, который вы создали, и второй ресурс, который вы создали. Если вы хотите сертификат, то отправьте там информацию. На всякий случай. Вот как на кистионару этот, который мы заполняли? Нет, вот здесь на ментиметр. Я ссылку кинула сейчас в чате. Если там будет хотя бы одна рабочая ссылка, то есть, смотрите, чтобы ссылка была рабочая на контент, который идет для синхронного класса, вам нужно его расшарить. То есть, именно скопировать вот здесь в части, когда вы делаете share. Share, assignment, start. И вот эту ссылку нужно копировать. Если хоть одна ссылка рабочая будет, то сертификат ваш, если вам это надо. Анастасия, именно сегодня нужно и сейчас прислать это? Я оставлю этот слайд открытым до следующего семинара, который начинается в 14.30. То есть, у вас есть сколько? Часа два, если вы хотите это сделать. Просто я не был сначала, и были проблемы с подключением. Давайте я напишу свой имейл. Можно, в принципе, написать будет туда, что мне главная информация от вас нужна. Ваше имя, фамилия. В принципе, имейл-адрес у меня будет, под которого вы пришлете. И ссылка. У вас должен быть летний курс. Я отправила в свой имейл-чат. Кто-то уже отправил. Отправить, я прошу прощения, я отправить на ваш электронный адрес именно ссылку того контента, который мы сделали. Да, смотрите, два варианта. Первый вариант, вы подключаетесь сейчас с презентацией Ментиметра, вы можете там заполнить формулу, отправиться там. Если у вас что-то не получается, вы не хотите заходить, то отправить мне на почту, в том случае, если вы хотите сертификат о прохождении данного семинара. Хорошо. Можно один сейчас линк, а второй чуть попозже. Давайте договоримся, что сегодня. Сегодня до полуночи. Ну, через минут 30. Давайте так, сегодня до полуночи. Все принимается. У меня вопрос. Я захожу в мои результаты. Я открываю вот это, моя деятельность. Вы можете показать? Я? Ну, о чем вы говорите? Ага. Давайте сейчас. Есть? Да. И где мне ссылку эту взять? Ссылку, чтобы поделиться? Да. Вот, смотрите, у вас есть кнопка делиться. Прямо под черным экраном задание. Есть. Да. Ага, так, это было задание, которое для синхронного класса. Хорошо, тогда не надо. Закрывайте. Не надо. Нажмите здесь на крестик. На крестик. Какой? Вот этот не надо. Все. Нажмите просто кнопку назад в браузере. Выйди, да? Подождите сейчас. Так, давайте я покажу на своем экране, хорошо? Давайте. Давайте. Смотрите, для задания, которое было... Ай. Босс, да? Для задания, которое было вот такого типа, для синхронного класса, вот отсюда просто скопируйте ссылку и все. Со строчки браузера. Для класса, который был для асинхронного, там нужно через расшарить контент. Вот здесь. Вот здесь нужно через расшарить контент. Если мы уже отправили, дальше? Отправили все. То есть сегодня мы говорим только... Ну, именно в утренней сессии мы говорим только про этот инструмент. Только если у вас есть вопросы, оставайтесь задавать, и если нет, то вы свободны. А для тех, кто присоединился позже, пожалуйста, еще заполните форму регистрации, я ссылку опять повторила в чате. Если вы ее уже заполняли, повторно заполнять ничего не надо. Если есть какие-то вопросы, давайте поговорим. Время еще есть. Ну, все понятно, вроде бы. Спасибо большое. Repetition is mother of all learning. Так что повтори... А, повтори не мать учения. Поняла. У вас адрес электронный, что начинается с большой буквы первой? Нет, это просто, у меня так получилось напечатать. В принципе, без разницы, напишите у вас большой или с маленькой. Все дойдет. У меня вопрос. Там есть и после обеда будут занятия, да? После обеда будет занятие по созданию как escape room, то есть комнаты, из которой нужно выбраться. Будем использовать другой ресурс и создавать другой тип задания. Так, вопрос в чате. Вы отправили информацию, и экран... Ну, вам вас фичат, пожалуйста, подождите, пока презентер сменит экран. Я не буду сменять экран, чтобы другие люди могли отправить свое задание. Как работает Mentimeter? Вы на своем экране что-то отвечаете, а общие результаты вы видите у меня на экране. Так как здесь собираются личные данные, то оно не отображается. Про Mentimeter мы тоже с вами поговорим. Я, честно, уже не помню, в какой день. Посмотрите программу, которую мы представили вчера. Если у вас вышел экран подождите следующего слайда, то ответ отправлен. Вы можете видеть, у меня вот здесь внизу семь человек отправили именно в Mentimeter. То есть, если цифра изменилась после того, как отправили, значит, все точно дошло. Хорошо, Анастасия, спасибо вам и увидимся уже после обеда. Спасибо большое. До свидания. Хорошего дня тем, кто не присоединится. Жду всех после обеда. До свидания. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.